Всем добрый день, меня зовут Сангаревич, компания FreshForex, начинаем наш вебинар по обзору рынка, если меня слышно и видно, поставьте пожалуйста плюсы в чат, благодарю за обратную связь, начинается с календаря событий, два сегодня отчета интересных, особенно по Великобритании через час, это данные по инфляции и в 15.30 это у нас строительный сектор в Америке, вот две такие сегодня новости, это естественно данные через час, данные по инфляции. Что у нас сегодня интересного на рынке, сейчас мы посмотрим на наши графики, начнем с самых сильных сигналов на сегодня и технические анализы фундаментальные, показывают, что сегодня самый сильный сигнал в паре доллар-японская иена, здесь на дневном графике очень сильный тренд, 44 показывает нам ADX, RCI выше уже перекупленность, что в принципе показывает то, что будем расти, но вот как росли вчера, мы допустим так вот очень сильно подросли на 70, сегодня такого сильного роста не будет, помимо пунктов на 40, на 50, потом 4-часовой график показывает нам 38, ADX тоже тренд вверх и часовые свечки 65 показывают, то есть здесь получается, что у нас тренд вверх очень сильный и у нас здесь есть уровень поддержки, вот горизонтальная линия на графике, это 112,92 отметка, вот здесь можно покупать и ждать роста котировок к уровню следующему сопротивлению, это у нас здесь вот наверху 113,43, вот туда у нас сегодня может быть вполне рост. Технический анализ показывает сильный тренд вверх, мы тут два дня стояли во флете, вот даже три получается, с пятницы, со второй половины дня, сумели, скажем, утром торговых и вчера тоже полдня остались во флете и вот потом уже пошли вверх. И здесь рванули вверх после того, как пошел вверх S&P, вчера S&P тоже хорошо закрыл день, закрыл на нового максимума за последние несколько месяцев отметка 2811, а здесь по S&P цели еще не достигли, у нас верхняя по Bollinger на дневном графике 2829,7, поэтому S&P может дорасти, рост продолжить может, здесь тоже тренд вверх, по у нас получается нет такой вот сильной перекупленности, что очень хорошо, и здесь получается по четырех часов тоже 67, RSI показывает, поэтому S&P может расти вверх и пара доллар-еда также вслед за ним может сходить вверх, поэтому покупать вот 112,92 стейк профитом 112,43 на сильном сопротивлении, новости какие у нас, по большей части это валютная пара, у нас коррелирует с рынками акций, в первую очередь с американским, который растет, S&P хорошо растет, и Dow Jones вырос, американский, NASDAQ больше всех вырос из индексов американских, там отчеты публикуются каждый день, отчеты хорошие, большинство отчетов хорошие, есть конечно и плохие, но большинство хорошие, и в целом рынок американский растет, поэтому здесь все нормально в Америке. Выступал обладатель ФРС США, вчера он сказал, что ФРС будет постепенно повышать ставки, причины для быстрого повышения ставок нет. Фьючерс на рынок в Чикаго на это заявление отреагировало небольшим снижением по вероятности повышения ставки на декабрьском заседании, то есть в сентябре будет заседание, через два месяца, тут все уверены, что ФРС повынет, а вот в декабре 50 на 50, 50 процентов, вероятность может быть, может нет, до заседания, до выступления Пауэлл, председателем ФРС, вероятность была 53 процента, после стало 50, то есть вот эти слова о том, что постепенно покупать, вроде как не понравились инвесторам на вот рынке фьючерсов по процентным ставкам, но понравились инвесторам и СНП вчера хорошо подрос. Если посмотреть вот часовой свечке по СНП уступал он 17 часов, вот она свечка 17 часов и СНП побежал вверх и сейчас такой вот флэт. Поэтому здесь все пока нормально и ФРС тоже никаких таких плохих комментариев не сделал и здесь получается в паре, значит, доллар 113.43 цель, а в паре в СНП 2018.29. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы и я на них 100 встречу. Олег, спасибо вам за вопрос про евро, я вчера действительно ошибся, ошибку признаю, мы подросли после нашего вебинара только до 17.44, в принципе рост был после вебинара, но кроме я думал, что рост будет выше, не 17.44, я думал, что будем расти больше, пойдем на 17.80, не дошли, мы до этой цели упали. Вчера действительно был сильный тренд и как мы закончили наш вебинар, у нас там котировка была 17.27, 25 и мы росли, росли, дошли 17.44, потом все резко поменялось. В принципе, я вчера делал ориентир упор такой на рынок облигаций, на рынке облигаций ничего не поменялось, что самое такое вот парадоксальное и интересное. То есть рынок облигаций, он так и показывает в принципе хороший сигнал на покупку по евро, но евро вчера развернулось. Вчера развернулось и в принципе здесь получается можно связать эту причину с падением золота. Золото вот так сильно упало. Почему упало золото? Золото ходит в разных направлениях с рынками акций. Вчера американский рынок сильно вырос, золото сходило сильно вниз, а евро пошло за ним. Что сегодня с евро? Упадет ли он дальше? Я думаю, что вот у нас есть 1.16 минимум на этой неделе был в понедельник. Я думаю, что ниже этого минимума не уйдет евро. Евро получит здесь поддержку и евро опять будет устанавливаться вверх. Здесь пока вот нет таких прям сильных причин, чтобы евро прямо упало. Чтобы вот так рухнуло. В принципе рынок облигаций он показывает тоже тренд вверх, как и вчера. Раскорреляция с рынком облигаций иногда бывает. бывает такое случается, что там евро 1-2 дня будет раскорреляться. И это в принципе происходит примерно раз в месяц. Вот с такой вот периодичностью. И я думаю, что сегодня как раз именно такая ситуация, что раскоррелировались именно вот эти 1-2 дня и сейчас корреляция будет заразиться. То есть евро пойдет вверх. Поэтому в принципе все вроде было нормально-нормально. Вот дошли до 17.44 и вот так вот упали вслед за золото. Я думаю, что сейчас должна эта корреляция опять вернуться. Увидим ли мы 1.20? Егор, с одной стороны времени мало. Тут осталось всего, грубо говоря, полных 3 дня на этой неделе. И там еще 7-10 дней. Но 10 дней в принципе тоже время достаточно. Поэтому можем вполне увидеть. Либо второй вариант успеем увлекать максимум, который был в прошлом месяце 18.51. Это вот 14 июня максимум. Может быть прям именно 1.20 и не успеем увидеть. А вот 1.18.51 можем успеть. Плюс на будущей неделе ЕСБ заседание в четверг через неделю тоже может стрельнуть. Поэтому в принципе еще есть возможности. Время еще достаточно. По нефти тоже сейчас обязательно поговорим. Поэтому евро-доллары я думаю, что где-то 11.12 еще может сходить вниз немножко. А может уже и не пойдет. И сейчас будет восстанавливаться вверх. И вверх пойдет на 1.17. В паре фунт-доллар здесь лучше дождаться новостей, которые будут через час в 1.30. И здесь в чем интрига заключается. У нас 2 августа будет создание Банк Англии. Банк Англии будет принимать решение по процентным ставкам. Если инфляция будет очень высокая, а высокая это что у нас в календаре значение 2.6 на сегодня. Г.Г. год к году. Вот на эту цифру нам надо ориентироваться. Если будет выше, чем 2.6, то фунт вверх. Фунт вверх, быстро и резко. Если значение будет ниже, то здесь немножко вниз. Ниже, например, это 2.5. В прошлом месяце у нас значение было 2.4. И вот если инфляция была 2.4, 2.3, тогда фунт сильнее. Поэтому я бы здесь смотрел вот на две цифры. 2.7 и 2.8. И фунт стрельнет вверх пунктов на 80. То есть сильная реакция вверх. Очень сильная. И здесь будут разговоры, что Банк Англии все повысит ставки, там быстрее покупай фунт и так далее. Но если 2.4, 2.3, то фунт также пунктов на 50.60 вниз. Не на 70.80 вверх, но пунктов 50.60 вниз. До новостей я бы тут ничего не делал, потому что продавать сейчас уже поздно. Уже и так, в принципе, пара упала. И здесь прямо сейчас опасно входить на покупку и опасно входить на продажу. А вот в новостях может получиться вполне хороший сигнал. Могут ли сегодня быть такие вот прям новости 2.7? Шансов мало, но они могут быть. И шансы есть также, что может быть цифра 2.4, 2.3. Потому что стоимость бензина в Великобритании сократилась. А бензин влияет на инфляцию. Поэтому сигнал вполне сильный. Про доллар и иену поговорили. Так, нефть и золото. Спасибо. Ларис, вопросы. По золоту, Ларис, вы знаете, где-то близко. Я смотрю на дневной график, и мы сейчас второй день стоим за боллинжером. Обычно мы стоим два дня за боллинжером, и потом на третий день возвращаемся. Поэтому, скорее всего, завтра может быть разворот. Но может случиться и сегодня, в том числе, допустим, в американскую сезию. Что здесь лучше сделать? Я бы лучше дождался завтра. Третий день. Третий день вполне высокая вероятность, что золото вернется вверх к боллинжеру, и завтра можно будет золото купить. Сегодня золото может так вот стоять или немножко снизиться. Что касается нефти, по нефти здесь API, Олег, вы совершенно правы, запасы выросли. И что касается, что они снижаются, я об этом говорил, здесь смотрите, как надо это все интерпретировать. У нас на прошлой неделе запасы упали там на 10 с лишним миллионов баррелей. Это очень большая величина для еженедельного такого падения. То есть обычно запасы растут или падают 2-3-4-5 максимум. Ну, 6 бывает иногда. А на прошлой неделе было выше 10. Поэтому здесь получается, что на прошлой неделе запасы очень сильно упали, на этой неделе они вполне могут немножко подрасти. В сумме за две недели, допустим, если было минус 10 и плюс, допустим, 1 на этой неделе плюс 2, то в сумме на неделе минус 8. Минус 8 это в среднем дает минус 4. То есть в среднем запасы падает. Поэтому тут одна неделя не означает там что-то, какой-то показатель. API сегодня показывает, что запасы по миллиону они выросли. Это очень мало. Потому что на прошлой неделе было минус 10. запасы, я думаю, будут снижаться. Я исхожу из того, что у нас происходит летом. Летом в прошлом году, позапрошлом году. Летом последние 10, 15, 20 лет запасы падают. Вряд ли это будет какое-то особенное в Америке. Вряд ли в этом году они будут расти. Тем более, если посмотреть с начала июня запасы упали очень сильно. Лето началось в июне с первого числа и там за полтора месяца запасы очень сильный. упали. Поэтому, в принципе, половина лета она показывает так, что летом у нас запасы падают. Вряд ли в половину лета будет какая-то необычная, что прям запасы вырастут. Поэтому тут эта цифра, она, в принципе, особо-то ничего не меняет. У нас на прошлой неделе сильно упали, на этой неделе немножко выросли. В сумме за две недели упали сильно. Поэтому ничего здесь такого нет. Что здесь может быть с нефтью? Первая реакция вполне, я думаю, будет вниз. Вчерашний минимум обновима – 71.30. И здесь, после этого, я думаю, развернемся, пойдем вверх. Здесь, в принципе, нефть у нас в нижней границе флета, вот этого двухнисячного. И здесь, если вот вспомнить прошлые графики, которые у нас раньше были, у меня получается в голове такая картинка, что вот как раз от этой нижней границы флета мы пойдем на верхнюю границу флета. И не просто пойдем на верхнюю, пойдем выше, пойдем дальше. Будем пробивать в верхнюю границу флета. Поэтому здесь пока ничего такого прям вот не изменилось. И то, что там EPI 1 миллион баррелей показал, это вообще не критично. Если бы у нас, допустим, на прошлой неделе запасы там сократились на миллион, и на этой неделе не выросли, тогда это плохо. Получается минус 1, плюс 1, то 0. За две недели ничего не изменилось. А так у нас за две недели может быть там падение запаса 8-9 миллионов баррелей. Это большая величина. Поэтому здесь все нормально. И вот что еще касается вот нефти. нефть, она у нас коррелирует с S&P. S&P коррелирует очень сильно. Здесь вот так вот, если посмотреть, ну здесь, наверное, плохо так вот видно будет, если просто два графика рядом открыть. Конечно, корреляцию лучше построить в Excel. Если кому интересно, то можно данные туда занести, и там на графике корреляцию построить. Там более так вот наглядно видно и более понятно. Ну если вот здесь вот так вот посмотреть, вот такой вот тренд за последний, скажем так, год, и вот у нас тренд по S&P, то мы видим, что там рос, мы видим, что S&P у нас достиг экстремальной точки в конце января. нефть у нас достигла экстремальной точки сначала в конце января также, потом было падение по нефти в феврале, падение по S&P в феврале. S&P подрос, нефть тоже выросла, нефть пошла дальше в рост, и дальше в рост пока не пошел. И вот сейчас получается у нас что значит? S&P растет, растет вот так вот. Плюс-минус, да бедно, но S&P, скажем так, весь этот месяц, июль, он уверенно растет. И стартовали у нас с 28-го, с 28-го числа, и мы обновили сейчас максимум, и который в июне был, и в мае, и в апреле. И вот у нас S&P максимум в марте был, 2803 мы его тоже обновили, и вот сейчас получается надо нам значит февраль посмотреть, а нефигантский максимум мы обновили. То есть мы находимся на максимуме, получается с 5-го февраля по S&P. Вчера вот так вот выросли. Нефть у нас с 28-го, где у нас 28-й? 28-й у нас тоже вот выросли несколько дней, и вот мы парим. То есть, грубо говоря, мы с 28-го по нефти парим. По S&P мы растем. Поскольку у них корреляция прямая, то нефть отстает. То есть нефть вот это вот две недели июля, она с S&P коррелировалась. И сейчас нефть также будет возвращаться. Сейчас нефть интересна для покупок. Сейчас даже получается больше интересна для покупок нефти, чем S&P. Потому что S&P и так уже вырос, а нефть упала. И нефть находится внизу, а S&P ввел. Но S&P тоже интересен, чтобы купить. Но больше потенциал получается в нефти, чем в S&P. Поэтому нефть сейчас в ближайшее время пойдет вверх, или S&P и она будет также догонять. Потому что у них реверация прямая, и обычно покупают S&P, покупают нефть, и все это дело в одном направлении движется. Поэтому сейчас в ближайшее время должны по нефти мы сходить хорошо вверх и пойти дальше. Что касается вашего вопроса, спасибо вам за вопрос. Если смотреть вот так вот сегодня, внутри дня, то сильных движений может и не быть. То есть когда мы говорим о таких вот инструментах, которые сильно коррелируют с каким-то товаром. Лукойл там с нефтью, допустим. В России есть компания там полюсом с золотом коррелирует. Там Неспром с газом и так далее. То здесь надо смотреть все-таки на период 2-3-4 недели. Потому что в течение одного дня здесь может ничего и не быть. Если смотреть вот именно с таким периодом, то в августе у Койла был хороший, на мой взгляд, отчет за 6 месяцев этого года. Почему хороший? Потому что цены на нефть выросли. У нас, вот если на нефть мы еще раз посмотрим, как базовый товар для данного инструмента. Вот у нас месяц и вот возьмем июль. Июль 17-го. Мы открыли месяц 48-92, закрыли 52-65. Ну, пускай даже берем 52-65. Такие у нас цены были год назад. Сейчас цены у нас, они упали, да, вроде бы там, не очень. Но цена 70-65. То есть почти на 20 долларов выросли. То есть почти на 40 процентов рост. Соответственно доходы у Койла также на эти же 40 процентов или чуть меньше, может быть там 35 процентов. Они также выросли. Соответственно это хорошо. Вроде бы все это знают, да. Как у нас говорят, там все эти знают. Все это учтено рынком, все это в котировках. Не заработаешь. На самом деле нет. Потому что здесь точные цифры никто не знает. Все так ожидают, никто не знает. И когда уже данные выходят, то все равно на это рынок реагирует. Поэтому здесь в августе будут хорошие новости. И плюс сама нефть может сейчас идти вслед за СНП. Поэтому здесь все нормально. Мы средний по Боллинджеру стоим. И верхний на дневном графике Боллинджер 4,471. И я думаю, что вот туда мы можем сходить. 4,500 даже можем увидеть в ближайшее время. Здесь все очень так вот неплохо. Поэтому инструмент этот интересный для покупок. Здесь все нормально. Плюс, что еще интересно здесь в Лукойле. Он и чем интересен этот инструмент. Он показывает хорошие дивиденды. И в основном компании Олег Перов, Федун. Они недавно, в прошлом месяце они говорили о том, что дивиденды каждый год будут увеличиваться. минимум на размер инфляции. Это минимум. То есть они дали инвесторам, которые большие фонды всякие разные покупают. Они ориентируют, что ребята, все будет нормально. Каждый год мы будем платить и выше, чем в предыдущем. То есть будете получить хороший доход. Когда люди, частные лица или фонды покупают акции, они получают доходы из двух частей могут получить. Первое – это изменение курса. И второе – это дивиденды. И поэтому, если в изменении курса руководители Лукойла не могут дать никаких ориентиров, потому что они не знают, вырастет или не вырастет, то изменение дивидендов они могут дать ориентиры. И они сказали, что вырастет. Поэтому вот уже первая часть доходная, она вырастет. Соответственно, все это тоже прекрасно понимают. Поэтому, как только появляются какие-то хорошие новости с Лукойлом или с нефтью в целом, то Лукойл будут покупать, помня про то, что будут вот хорошие инведиенты. Поэтому здесь 400, 7500 – вот такая цель ориентира по данному инструменту. Уважаемые коллеги, завершаем наш сегодняшний вебинар. Всем спасибо за внимание. Завтра, в четверг, буду рад вас видеть на наших вебинарах в 10.30. Обзор рынка и в 17 часов поговорим о криптовалютах. У нас есть новые криптовалюты. Это Ethereum, Ripple, еще Bitcoin, он раньше был. И поговорим о том, какие там тенденции сейчас по криптовалютам, какие тренды текущие. Как вот можно торговать рано утром вместе с китайскими трейдерами. У нас больше всех в мире китайцы торгуют криптовалютами. И во время вот китайских торгов очень такие интересные движения происходят. И завтра тоже об этом поговорим.